Привет, меня зовут Мила, и это канал меня зовут Мила, или же Кирилл Михаленко, то есть я. Сейчас я пойду в свою мастерскую, и везу картину, которую я рисовал в прошлом видео, можете посмотреть. И перед тем, как посмотреть дальше это видео, можете поставить лайк, подписаться и сделать все, как надо. Снизу мои соцсети, подпишитесь тоже, я вас всех буду ждать, а я еду в мастерскую. Перед началом этого видео сделай подписку на канал, поставь комментарий, обязательно поставь лайк и переходи на мои соцсети. Вот какое кольцо, кто-то типа купал в Барселоне. Так что все снизу, прошло видео, и я уже сказал. Жду, как куда-то потеплеет, блин, погода, конечно, такой морозчик. Хоть сейчас март, но холодно, блядь. Холодно-холодно. Такие дела. Сместить метро, поедем, опять же, на грушевке. Поеду по всю искусству, по работу, пока что происходит. Вся данная особо не поменялась, но покажу процесс. Ну, когда солнце светит, уже нормально. Кстати, у меня такие очки прикольные на мне, три в одном. Получается, они для зрения, для компьютера и как солнце защита. Да видите, они потемнели. Вот, так что зрение, кстати, у меня плохое. Там минус один, начался стигматизм. Нарадится, как он широкий, на ширик такой, да? Видно всю мастерскую. Так, вот. Так, вот холст. Я взял. Сейчас начнем. Лампу поставим. Сейчас начнем работать. Буду тут составлять эту серию. Тут уже две. Здесь, раз, два, три, четыре, пять. Пять работ. Вот. Поработаем. Хочу с вами поговорить. У меня есть контракт в Москве с арт-маркетплейсом. Называется Тео от Космоску. Вы уже слышали, знаете. Ссылка будет снизу на работы. И сейчас сверху появится, как бы, мой профиль. На экране, в принципе, появится мой профиль сейчас. И увидите мои работы, сцену на них. Там не так уж много работ, но постепенно они выполняются. Это мои ранние работы, где 16-го, или, там, 17-го, 14-го года есть картины. Масло. Вот. Их можно вот приобрести, то есть онлайн. Вот. Все, кто хочет меня кондиционировать, можете прийти по ссылке. Цены вы видите. Вот. Это одни цены. И сейчас у меня будет еще один контракт в гореи. И там будут совсем другие, совсем другие цены. Чуть-чуть позже расскажу, что это галерея. Тоже в Москве находится. Вот. И также можете мне написать, там, в Инстаграм, Телеграм, в всей соцсети, если хотите, от меня получить какую-нибудь картину. Любой какой-то заказ. То есть, либо с того, что у меня уже есть наличие, начать меня коллекционировать. Вот. Пишите мне, там, в Директ или что-то такое. То есть, на все мои соцсети, даже просто подписка, подписывайтесь, есть снизу. Инстаграм, Телеграм, канал. Вот. Все снизу. Так что, сейчас я буду переодеваться. И с вами поработаем быстро. Так скажем. Я сейчас видел вот такую серию, называется «Мио в Париже». То есть, я. Я там прожил долгое время. И мне хочется поделиться небольшими такими своими впечатлениями. Как я там жил. Видел со стороны какие-то вот такие картины. То есть, вживую. Тут все происходило. Я хочу из-за нахлости это все выразить. Вот. И вот небольшая такая серия, может быть, и 10-ти год. Так скажем. Вот, ну и что-то выходит. Вот. И все. Нужно работать, переодеваться и начинать. В каждом году такая красота происходит, на самом деле. Это вообще офигенно. Это все происходит. Въехал, потому что, сдалека, вот Ноттердам, собственно, и вот идет стройка. Просто Ноттердама объехала, то есть, устрою, и хоть как-то увидел. Сдалека. Потому что вблизи это нереально все. А видите, вон, как выглядит, наверное, вы видите. Здесь все вот фоткаются. И я вот стою. Сделал рисунок. Здесь будет Ноттердам. Здесь дома. Здесь чувак сидит, пьет кофе. Здесь люди, машинка. Что такое будет? Пейзаж небольшой. Вот. Какой небольшой будет пейзаж? Конечно, плохо видно, но это я сделал рисунок. Я буду белым делать. Дальше работать. Смотрите, как это все будет. Как это будет все в итоге выглядеть до конца. Смотрите. Вот. Так, здесь будет такой художник сидеть, рисовать. Вот. Постепенно что вырисовывается, да? Шло по пятнам таким разложим. Так, человечек, мужчина, сидит, пьет кофе. Тигарете в лобах. Бутылка стоит на столе. Логично? Логично. Что еще поставим? Что-то снизу там. Сейчас еще осталось половину другую сделать. Вот что получается. Вы смотрите. Потихонечку раскладываю по пятнам композицию. Здесь добавлю еще немного дома. И не буду ждать пока высох. Я не буду продолжать. Вот. Берем белый. Наносим его под низ. Получается, чтобы цвет, который я буду поверх делать, он будет гореть. Понимаете, о чем я говорю? Будет гореть. И буду делать рисунок поверх. То есть, либо каким-нибудь еще контуром, либо маркером. Специальным. Не просто маркер, который... Все привыкли думать маркер, маркер. Маркер, который краска. Понимаете? Вот. Сначала делаем нижний слой. Вот так прорисую. Как бы рисунок есть, я потом еще раз делаю. Но белым. Белым нужно сделать. Так, мастерскую свою я нахожусь каждый день. Даже больше, чем дома. Для меня, наверное, сейчас это больше дом, чем дом-дом. Вот. Скажем так. Здесь я нахожусь больше времени и творю. Что-то создаю. Вот. Чтобы я не гуляю сейчас. Мне как бы не до этого. В основном занимаюсь только творческим своим. Занимаюсь этими делами. Потому что у меня был долгий перерыв. И сейчас нужно войти обратно в этот рабочий строй и начать. Сейчас я разбираюсь с живописью. Нужно расписаться, да, но не работало. И начать обратно создавать NFT свои. Про это, наверное, будут отдельные ролики. Мы поговорим с вами отдельно. Вот. Что такое NFT и кто хочет заниматься. А если есть тут такие творческие ребята, кто меня сможет и хочет заниматься NFT. Да. И они знают как. Но вы можете написать мне даже в директе, да. Либо в телеграме. Я могу вам помочь. Понятно, что не бесплатно, но недорого. Там. За какую-то копейку, да. Я вам помогу. То есть, такие же там большие деньги. Я вам помогу заняться этим и самостоятельно продавать. Здесь свои другие работы, если вы не видели. Моя вот работа 2019 года. Как я еще работаю. То есть, в каком стиле, чтобы вы понимали, что я вот такое. У меня еще такая живопись. Это именно масло. Видите? Какой слой. Сонухи. Так что у меня еще есть. Это такая. И вот еще масло. Вот все равно терморты. Ранняя работа. Такие еще интересные картины. Вот. Немного неправильно. Нотредам был. Я его поправляю. Погарщи желтыми сделаю, выровняю и все. И будет хорошо. Будет ровно. Он прямой. Ровный, как близнецы. Вот. Желтым. Подсохим желтым поверхом сделаю и будет хорошо. Правило. Будет так. Сейчас я прорисовываю текст. То есть не делаю. Как это там. Тень. Как на той картине. Будет небольшая. Чтобы прослеживалось, что они в одном стиле. Так. Подсохнет. Ничто. Как подсохнет. Уже снял свою одежду. Сушится тоже. И будет вот так. И будет вот так со стороны. Прорисую потом маркерами, мелками. Будет очень красиво. Нотредам. В общем, будет вот так. Мужчину еще прорисую. Те-то-те. Там задний фон. Будет хорошо. Мужчину еще прорисую. В общем, это так. Прорисую. 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 Обрата. Время. Прорисую. Прорисую. в общем я закончил такой вот я снимай себе картин снимать я не умею посмотрите что получилось вот нутрдам блин на самом деле вот так рисую и ностальгирую ностальгирую моментами которые проходили у меня в париже именно около этого нутрдама я гулял и провозил свои дни вечерами с вином или даже без вина в основном с вином вот в общем как закончилась картина опять я заканчиваю дома и вот что получилось ставьте лайк подписка на 7 соц сети и ждите новое видео снимаю часто так что ждите новые ролики подписывайтесь instagram telegram картина вот 70 на 70 холст акрил 2024 нутрдам де пари